приветствую всех поклонников игр от парадоксов в прошлой серии мы приблизились к созданию ядерного оружия транспорта по ходу на столицу переместился где он тут был войска переместились сюда а на счет спецназа как замену пехоте слишком громко сказано чтобы обычным спецназом пехоту заменять куда-то ракета летит латвийская ни с кем не воюет ракета куда-то летит и почему-то при старте игра начинает жутко виснуть даже через ускоритель игр пробую запустить о как она виснет fps сразу просаживается но на нормальной скорости более-менее оси ускорять эта игра когда хочет так работает с утра видать что не не выспалась игра где-то тут союзник добавился нам новый нет нереально нужно поставить максимально и при необходимости чуть-чуть ждать так венесуэла технологии наш что у нас коммунальная услуга это из десятого года тут биотехнологии идут понятно тут штабы создается дополнительные ракеты план перегрузки вражеской экономики разработал очень просто на их границе скапливается огромное количество войск они чтобы противодействовать ставят свои войска и строить новые но столько же сколько мы поставить они просто не смогут соответственно экономика у них начнется дыхаться и все и трындец там уже и способность поддерживать войска недовольство растет за счет того что у нас на товары народного потребления меньше уходит припасов для армии расходится полный не хватает в общем полный разгул так тут горы не вариант танки ставить мы хотели вот эти страны в случае войны быстро захватить чтобы выйти гениксперку у нас есть ракетно-зенитные комплексы в поддержку нашим обычным войскам с какой скоростью двигаются танки вот кстати что уж 28 а эти 19 танкам ставить их не вариант вот вам можно добавить так а то их у нас вообще в армии нету у вас скорость какая максимальная 29 ну ничего с поддержкой моторизованная бригада вот это точно как спецназ уже выглядит так вертолетики вы в румынии будете воевать так при необходимости сам нут как катком пройдутся еще дополнительные ракеты у нас будут в строй введены и вообще все будет прекрасно так ну посмотрим сколько вы сможете поставить против нас заодно поддержит градус давления между блоком НАТО мне кажется и ШОС а то что они там расслабились НАТО в цете так новые танки так для румынии вертолеты в горах сам отопы да и скорость у них приличная какая там скорость 21 а это спецназ что ли перепутал поставил спецназ для сражения в этих самых в горах румынии но вертолет спецназ все таки они чем-то схожи у нас получается с аэромобильными бригадами какие-то эти используют вертолеты только аэромобильные у нас побыстрее будет ну ладно спецназ так спецназ так 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 вы взаимодействовать будете ну ка оказывай давай давление на границе план гениален и одновременно просто никогда они не смогут столько войск поставить сколько же мы а их союзники просто не пошлют войска к игре на границе соответственно соседние страны начнут беспокоиться это повышение затрат на военные расходы и т.д. и т.п. короче давайте спецназу придадим чуть-чуть им спецназ при поддержке танков разогнал демонстрантов сегодня в Львове да так но это для пехоты для обычных подойдет то что помедленнее двигается а танчики кстати что у нас в столице тут стоит в столице много чего стоит вот эти вот фиговины наши прекрасно подойдут подразделениям где есть штабы поскольку штабы у нас не такие уж и быстрые давайте создавайте так сказать очаги напряженности так ладно все постепенно чтобы уж не кинулись то они махом воевать так нам еще флот надо будет полностью переоснащать уже дальше идут корабли двадцатых годов сейчас подводные лодки изучаем ставим производство потом линкоры транспорт и транспорт и в принципе большой разницы не играет и 2005 подойдет им не воевать и единственное что у них может быть дальность отличается тут у нас что ох ё моё а горные карабахи всякие да что-то игра подвисат вообще сильно подвисат производство заводство ракеты ракеты переоснащение еще что будет идти у нас кстати там союзник новый появился в латинской америки так венесуэла кто там брает и так леупольдо лупес мы можем починить войска мы сейчас ни с кем не воюем правильно зачем нам это так повлиять на страну левые радикалы тут у нас кто Китай тут все нормально социал-консерваторы что-то так на этих тоже продолжаем влиять может у них режим сменится когда-нибудь тем временем мы тыблим у США чертежи по крайней мере пытаемся асселенкор изучился поучить технологию ракет от Китая субмарина дизельная атомная нам бы хоть какую-нибудь изучить так а и значит поскольку у нас мы можем строить линкоры легкие крейсера ой линкоры эсминцы да где наши линкоры обещанные да на технологии линкоров у нас строительство эсминцев прокачивается эсминцы 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 вот они нового поколения а что у нас технологию линкоров тогда прокачивать крейсера контрмеры линейные крейсера авианосец это авианосец как бы неудивительно это не случало амфибии легкий авианосец крейсер крейсер у нас прокачивает линкоры оказывается так атомные субмарины фрегаты тяжелый а фрегат у нас прокачивают тяжелые крейсера амфрегат фрегат крейсер ну в принципе примерно хотя фрегат тяжелый крейсер все таки сложно их сравнивать для меня тем более что я пытаюсь сравнить фрегаты и крейсера времен 18 века так и технологии у нас которые ускорят строительство авиации видать биосамолеты у нас будут на кукурузе которые летают и сразу же приходит сообщение что у нас переоснащены аромобильные бригады это хорошо что у нас осталось на переоснащении 27 бригад и 21 подразделение кстати что еще заметил смотрите пропускная способность это что делал наводить показывает у нас 5000 а в начале серии я посмотрел было 3 300 или я просто пятерку так за тройку вас принял внимание особо не обратил значит что мы можем разместить больше войск на границах кстати что там еще в НАТО не входит куда мы еще не ходили вот сюда мы не ходили сюда мы не ходили что насчет ресурсов нефти не хватает что у тебя нефть должна быть по идее да ага о отлично в стране 900 9000 нефти это очень мало поэтому мы пойдем к тебе в гости а может просто компьютер решил попродать чуть чуть но это ничего не меняет устранение хватка нефти все войска выставляем на границе идем раскулачивать короче народ горнострелки о вот где война идет поэтому у нас все это дело и виснет Сирия хотя показано что они ни с кем не воюют а партизаны ну и за партизан так виснуть не могу потому что это все неправда войска на позициях дополнительно можно еще будет развернуть на всякий случай то есть спецназ в боях поучаствует опыту надо прокачать на всякий случай потому что тут рядом персия натовская а нам потом тут воевать придется еще отношения повлиять повлиять кто то у нас еще а эти че а ну какие то свои дела пытаемся тут режим сместить ястребы ястребы на 7 рано или поздно на вас повлияю так венесуэла тоже улучшаем отношения так 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 перемещаемся и войска развернута сейчас пока будут набирать организацию надо бы нам еще раз завернуть чуток так тут же у нас все таки пустыня а не горы но тут пройдут эти будут вынуждены отойти тут столицу только взять еще две провинции и все и нефть нефть Саддам Хусейн там значит ну все значит для мировой общественности отговорку нашли раньше американцев тогда успеем что ты так они что там все искали ядерное оружие которое мы оливии помогли в их разработке так повлиять на страну так там у нас Мурак Адафи Адафи а тут кто у нас тут незнакомые какие-то люди ну ну ладно восстанавливайте пока организацию ну думаю готово все так скорость нормальная и поехали так ага сразу эти войска направить сюда все дополнительные дополнительные ресурсы так если идти сюда направим идти сюда умануться да ладно иди туда их просто поддержите а потом отсюда можно хоть сюда так вот идите вот дождаться ну на нормальной скорости вроде так не висит но хотя все равно чувствуется чувствуется да вот у них там танки 2005 года правда ну ничего ага личный состав значит личный состав у нас 5000 в каждой бригаде изначальный плюс дополнительные всякие РССО БТК ОБК БТР ну и там подобные зависит еще от бригад которым туда ой подразделений которые мы приписали к бригадам что у нас тут окружили их вот так то видите тут иконка самоходка значит у них тут приписана самоходка где вот ОБТ беспилотники ну ладно окружение продолжается блин где-то рядом кнопка паузы с этой хрен пойми на что нажимать ракетная бригада у нас изучилась АЗАВАТО пью войну Федерация МАРИ вот это у них в Африке свои войнушки небольшие идут понятно что любая африканская страна даже против той же Италии ничего не сможет сделать хотя в принципе все объединить всю Южную Африку ЮАР же у нас по идее продвинутая страна более-менее социал-демократы ам а что я вообще сейчас их туда направил нам надо ракеты поставить дополнительные так ракеты ракеты сейчас разместим у нас ракет все только уже вот к ним бы ядерного оружия самое то было бы ну ничего подождем рано или поздно мы его изучим лучше конечно пораньше так так впереди с локации пошли отлично 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 стоять тут кстати посмотрел разные варианты можно докладов по матчасти доклады о потерях вывести сейчас тип 2 посмотрим как будет закончиться что нам скажет второй тип так это что не наш что ли ладно ракет ракет много да реально много так парампапам парампапам ну пускай лучше будет их много чем их будет мало так десятка не объединяется а вот семерка может и перейти савоцироваться так ушли объединили перейти вот не то то есть мы можем а у меня штурмовую атаку и туда же сбросить так ракеты ракеты реально нужно ядерное оружие изучать еще пару лет наверное на него уйдет а там уж она должна будет появиться нам и накупить ракеты не к чему размещать они нас и отсюда долетят из Минска прекрасно так не конечно можно их еще в Венесуэле разместить на всякий случай они также прекрасно из Дальнего Востока долетят так размещение ракеты и ракеты еще пять штук осталось китайские ракеты что-то летают ракеты и больше чем у всех остальных наверняка они в таком количестве их не клепают так вернемся к фронту и продолжаем так сейчас вытвит их оттуда их там тоже спецназ стоит в горах ФС ох ты там бомбежка идет ага вот у нас тип 2 значит вот этот если мы помним тип 1 он нам показывал соотношение ихние наши ну-ка тип 3 сейчас посмотрим так давайте войска двигайтесь к точке назначения отлично отлично победа а тут видите а тут просто вот такое да сообщение ну пускай у нас будет развернутое чтобы мы более-менее могли сравнить что к чему о столица столица вообще не занята никем а выдвигаемся а ты почему не атакуешь что вступил в бой наконец засаду на нас устроили вот с волчь нехорошие люди редиски Багдад победа Ирак Багдад родина Аладдина так потери им хорошие нанесли либо у них войска не были готовы просто и стопроцентно не поддерживались в боевой готовности я сразу то внимание не обратил на это кстати а спецназ спецназ ну-ка 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 спецназ вот чем дело спецназ наш может садиться на самолеты и перебрасываться так же как ВДВ но наверняка по моему по характеристикам он даже лучше будет что-то я сравнил тогда не помню сейчас там на несколько каких-то этих показателей так ам 7 часов 6 марта вот отлично оп нет поддержать атаку поддержать ам с этой бригадой ну-ка планирование поддержки планирование обороны а ты арт поддержку ну да надо дойти потом только проверять артиллерийскую бомбежку бы можно было устраивать с помощью них чисто стоишь в одной провинции и долбишь по другой в соседнюю вообще нормально было бы так так политика свободная торговля установлена на 3 и я же вас сдвину все равно в какую-нибудь сторону так опа вот у тебя все нормально да у тебя тут генералов стоит с показателями мастер снабжения мастер наступления это хорошо так сдвинули победа все войска вошли сюда и окопались и окопались продолжайте наступление как там америкосы называли эту войну борьбу с террористами вторжение так от коммунистического Китая технология какая-то нам пришла халявная так ты сейчас зайдешь сюда и нам вот эти две надо будет занимать тоже приличное скопление войск сейчас сюда подойдут значит и сюда идешь новая технология так отлично нет авианосцы нам не нужны ни легкие пока они тяжелые нам подводные лодки и линкоры пока надо будет строить так восьм ну девяточка линкоры подводные лодки а потом уже остальные начнут переснащать то мы даже этих самых транспорта переснастим победа тут реки везде окопаются и будут сидеть пускай от но боль летом Так, спецназ 2010, дизельные субмарины, это все нам надо будет. Удобрение может привести к взрывное ядерное оружие. А не взрывное ядерное оружие, это какое? Пришел по башке ядерной беговкой, настучал, ушел что ли? Ядерная бита. Так, значит, тут биотехнологии изучатся. Начнем это. Изучать. А, удобрение точно наше. Вот здесь, в ВВС. Вот оно, взрывное ядерное оружие. Потом тактическое и ракеты типа Тополь-М. Поэтому, я думаю, надо, можно прекратить пока производство устаревшего типа ракет, ПСКАТ, в будущем устаревшего. Тактическое и ядерное оружие. Можно производить ядерные бомбы с достаточно мощных опытных реакторов. То есть, надо все реакторы строить. Да, а реакторы мы строить пока еще не можем. Все еще дольше откладывается, получается. Так, а за рекой, за рекой. Думаю, они вертолетами в атаку не пойдут. Им придется сюда, наверное, пойти своим на помощь. Отлично. О, сейчас мы их быстро сомнем. С таким-то преимуществом. Не все войска, тем более, через реку идут. Некоторые... Некоторые напрямую прут. Это вот эти через реку переходят. Так. Долго сопротивляться. Да. Давайте там на Басру наступление будет. Для последних, так сказать, боевых действий в этом регионе. В этот момент, по крайней мере. Так. Там пять тысяч танков. Они сюда хотят идти. Я не знаю, что даже контратаковали нас. Нет, они идут по поводу. В Альмарах. Нам последний удар по ним остался. По поводу их сопротивления и все. И все. И все. Вступили в бой. Басра. Так. Кто командует? Генерал Маид. Так. От нас... Грачев. По-моему, он же командовал каким-то наступлением. Насколько я помню. Поддержи атаку. Все уже предрешено. Гребенчук. Гребенчук. Фамилии осталось только на русский перевести. Все будет зашибись. Так. Так. Аннексировать. Ок. Вот так-то. Борьба с терроризмом в регионе. Фактически. О. Смотрите. Так это ж наша территория. Вы че? Прям один в один. Все. Их Америка, по-моему, поддерживает. Ага. Ну, думаю, на этом закончим. Трам-тадам. Да. Тут пока нечего делать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok